На солнечном юге Испании, между единственной пустыней Европы и снежными шапками гор Сьерра-Невада, находится рукотворный райский сад, расположившийся над изумрудным лесом. Этот замок наполнен не только золотом и мрамором, но и жизнью и водой. Это храм природной красоты, место, где животные находят убежище и ведут борьбу за выживание. Здесь вода пульсирует, словно кровь в венах, а каменные стены говорят о прочности и могуществе. Эта крепость наполнена знаниями и искусством. Здесь человеческая история сливается с природой. Это Альгамбра. Замки дикой природы. Альгамбра. Замок Альгамбра возвышается над долинами Андалусии на Пиренейском полуострове. Это роскошный обитель здесь уже много веков. Замок называют Красным, ведь его стены вытесаны из красной глины, на которой он и стоит. Мавры, мусульмане из Северной Африки, построили эту величественную крепость в XIII веке, после завоевания региона в 711 году н.э. Она стала символом силы и могущества, плодородная жемчужина среди безжизненного ландшафта. Это засушливая суровая земля, заточенная между Средиземным морем и Атлантикой. Вода здесь имеет большую ценность, и мавры выстроили Альгамбру в ее честь. Они воссоздали описание рая из Корана, создав богатый и плодородный сад. Роскошные садовые пруды и фонтаны превратили горный дворец в животворящий оазис. Этим вовсю пользовались местные животные. Пиренейский тонкохвост – изящный король этих прудов. Благодаря фасеточным глазам он способен заметить мельчайшие движения. Он наблюдает за миром, словно при замедленном показе. Движение вокруг кажется ему в три раза медленнее, чем в действительности. Две пары крыльев действуют независимо, благодаря чему он прекрасно маневрирует. Один тонкохвост способен поглотить сотни насекомых в день. Это делает его желанным гостем в замке. И он не один. В этом роскошном замке водятся стрекозы десятков других видов. Они быстро размножаются, хотя из-за их анатомии ритуал спаривания довольно необычен. Сначала самец хватает самку сверху за шею отростком на конце брюшка. Самка сворачивает свое брюшко, чтобы их половые органы совпали. Ее расположены на конце брюшка, его же ближе к основанию тела. В результате появляется странное колесо спаривания. Уникальное явление в животном мире. После спаривания самка откладывает яйца в воду, а самец продолжает цепляться за ее шею, чтобы никакой другой самец не спарился с ней после него. У жабы собственные любовные намерения. Самец залезает на спину более крупной самки и держится изо всех сил. Стиль стрекоз – искусность и гибкость, а жабы предпочитают крепкие объятия и близость. Их маневры менее грациозны, но результат все тот же. После спаривания оплодотворенные яйца, напоминающие ряды темных жемчужин, попадают в пруды альгамбры. В течение следующих недель яйца делятся и медленно изменяются. За несколько веков изменилась и альгамбра. Из небольшого мусульманского бастиона, построенного на римских руинах в VIII веке, она превратилась во внушительную и прекрасную крепость, которая дарит защиту как людям, так и животным. Мавританские поэты описывали ее как жемчужину среди изумрудов. В защищенных прудах замка жабьи-жемчужины превращаются в скопление медлительных протоголовастиков. Они еще не могут плавать и прячутся под растительностью у самой поверхности. Эти пруды – идеальные ясли. Здесь потомство жабы быстро развивается в откормленных, подвижных головастиков. Из яиц стрекозы также появляются жаждущие активности пугающего вида личинки. У этих нимф нет крыльев, они дышат, перекачивая воду через брюшко и внутренние жабры. Появляющиеся водные струи действуют как форсаж, способствующий быстрому ускорению. Нимфа неподвижна, когда головастик проплывает мимо. Но она не позволит добыче уйти. Словно леопард, она крадется следом, сливаясь с окружением. Она наносит быстрый, смертоносный удар. Один выброс нижней челюсти. Хватка нимфы очень сильная. Головастик беззащитен. Его съедают заживо. Эти кажущиеся спокойными воды скрывают постоянную борьбу за первенство среди хищников. Вскоре сам охотник становится жертвой. За голодной нимфой наблюдает еще более странное и смертоносное существо. Водяной палочник, который притворяется веткой, оставаясь на самом виду. Водяной палочник дышит воздухом. Он использует длинную трубку, выходящую из брюшка на поверхность воды. Он внимательно следит, как нимфа поедает головастика. Наполнив желудок, она направляется прямо в зону охоты водяного палочника. Один рефлекторный захват пружинистых лапок, и недавний едок становится едой. Водяной палочник пронзает нимфу носиком, впрыскивая токсичную слюну, которая растворяет ее внутренности. Такова природная иерархия хищников и добычи. Такая же иерархия существовала и среди человеческих обитателей замка. Во времена расцветов крепости жили солдаты и судебные чиновники. Но самые изысканные строения предназначались для правителей и их семей. Эти изумительные шедевры были построены по заказу мавританского правителя Мухаммада ибн Аль-Ахмара в XIII веке. По мусульманским законам создавать изображение Аллаха нельзя. Вместо этого были использованы геометрические узоры и декоративная каллиграфия. Это было время расцвета мавританской арабески. Природа была ее постоянным сюжетом. Архитекторы Аль-Гамбры черпали вдохновение из Корана. В нем райский сад описывается как умиротворенное место для людей и животных. Мавры хотели превратить Аль-Гамбру в такой рай, как символически, так и в реальности. Сады были богатыми и умиротворенными. Центральной композицией служили четыре райских реки, описанные в Коране. Здесь они рукотворные, но все равно спокойные. Аль-Гамбра располагается на горе Сабика, которая возвышается над городом Гранада. Отсюда мавры правили Иберии. Тенистые галереи и наполненные влагой сады давали отдых от душного андалузского зноя. Но обитателям вне стен замка приходится охлаждаться иными способами. Самка скорпиона проводит жаркие часы под землей. Обычно она охотится по ночам. Но сейчас у нее другие тревоги. Скорпионы – живородящие существа. И около сотни малышей забираются ей на спину для защиты. Она будет защищать их 10-20 дней, пока не затвердеет их экзоскелет. Но во времена нужды она сама может их съесть. Еще одним обитателем пустыни является коварная бурая двуходка. Из-за тупой головы и кольчатого тела она похожа на червя, хотя на самом деле это рептилия – ящерица с глазами, легкими, позвоночником и острыми зубами, но без лап. Она питается насекомыми и личинками, но ей стоит опасаться других хищников. Капюшонный уш – маленький ядовитый охотник на ящериц. Он находит добычу среди камней при помощи острого обоняния. Змея обычно остается над землей, но он уловил запах двуходки. Ящерица удаляется в узкий туннель, находя дорогу по химическим отметкам. Они пролезают еще дальше, но змея слишком плотно поела и не может протиснуться вперед. Ящерице едва удалось уйти. Под землей змея не повезло, и она выползает под теплое солнце, поджидая добычу полегче. Змея сливается с окружением, так же, как и альгамбра сливается с камнем, образующим фундамент замка. Красные кирпичи в стенах сделаны из богатой железом глины. Замок стоит на Сабике, будто бы он вырезан из самой горы. Мавры чтили окружающую природу. Это почтение чувствуется и внутри стен. Строение альгамбры славится изобразительным искусством, построенным на принципах симметрии математики. Но оно выглядит вполне органичным. Стих на стене гласит «Дворец великой красоты и безупречности с узорами, похожими на цветы в саду». Изображения не претендовали на реализм, но мавры намеренно переняли природные узоры, формы, палитры и текстуру. Флора и фауна вдохнули жизнь в замок, объединяя природу и рукотворные строения. В садах головастики превратились в крошечных жаб. и готовятся покинуть пруды в поисках пищи. Но стены пруда столь же крутые и неприступные, как красные утесы, на которых стоит замок. В итоге упорство вознаграждается. Остаток жизни они проведут на суше. Многие останутся в саду. Другие уходят через небольшие отверстия в стенах. Нимфа-стрекозы проходит еще более серьезную трансформацию, чем жаба. Прикрепившись к тростнику над водой, она начинает дышать воздухом и надувает свое тело. Экзоскелет нимфы давал ей надежную защиту. Но теперь эти доспехи нужно сбросить. Постепенно появляется хрупкая взрослая особь. Она накачивает жидкость в крошечные сосуды, расправляя крылья. Ее брюшко удлиняется. Если прервать любой из этапов линьки, стрекоза погибнет. Примерно через три часа процесс завершается. Старикоза оставляет позади крошечный кусочек своего бывшего тела и расправляет крылья. Взрослая особь живет всего несколько недель, но успевает оставить потомство, и в дарующих жизнь водоемах Альгамбры цикл повторяется вновь. Пруды и фонтаны – неотъемлемая часть эстетики дворца. Неудивительно, что отражения в воде еще больше усиливают красоту и безмятежность места. Но добыть воду для замка было непросто. Плато Сабика возвышается над городом на 50 метров. Сам же город лежит в одном из самых засушливых регионов Испании. Но мавры научились у римлян и построили ряд акведуков, ведущих в замок. По акведукам вода проходит расстояние в 6,5 километров от реки Рио-Даро, которую питают снегогор Сьерра-Невады. Величественная Сьерра-Невада, где голые холмы превращаются в леса, а затем в заснеженные горные вершины. Над вершинами гор в воздушных потоках парит белоголовый сип в поисках пищи. Пиренейские козлы облюбовали холмы внизу. Но сип – падальщик, а не охотник. При помощи острого зрения он выискивает заболевших или мертвых животных. В 19 веке пиренейских козлов в Испании и Португалии почти истребили. Но здесь, в Сьерра-Неваде, этот вид сохранился. Пиренейские козлы пугливы. Если их встревожить, они последуют за старшим членом стада, который знает, на каких склонах лучше укрыться. Сипы следят не только за делами на земле, но и друг за другом. Когда один замечает останки козла, они все спешат на пир. При помощи острых клювов и мощных когтей они начисто обгладывают тушу. Птицы готовы драться за лакомые кусочки и защищать лучшее место у туши. Это непростое дело. После хорошей потасовки и сытного обеда Сипы спешат смыть с крыльев кровь и пыль. Под испанским солнцем они мгновенно высыхают. Теперь, когда они сыты, можно и вздремнуть. Именно этого ждали другие падальщики. Лисы слишком робкие и умные, чтобы в открытую противостоять Сипам. Но когда никого рядом нет, они не прочь поживиться легкой добычей. Не отстают от них и вороны. Но, как и везде, здесь также есть иерархия. И поздние гости отгоняют мелких воришек от туши. Бородачи едят почти исключительно костный мозг. Как и Сипы, они агрессивны и яростно дерутся за лакомые кусочки. Подростков с темной головой не пугают более крупные взрослые. Но, схватив отменную косточку, юнец оценивает конкуренцию и решает, что лучше пообедать в другом месте. Клювы бородачей достаточно сильные, чтобы разломать кости. И они знают, как справиться с самыми неподатливыми остатками. Они сбрасывают их с большой высоты и разбивают о камни, чтобы добраться до костного мозга внутри. Падальщики Сьерра-Невады следят за тем, чтобы ничто не пропадало впустую. Выше в горах даже сипом не найти еды. Здесь, на высоте свыше трех километров над уровнем моря, царят лишь снег и лед. Но это не просто лед. Эти сияющие кристаллы становятся водой, дарующей жизнь Альгамбре. Зеленые сады и обилие животных были бы невозможны без гор неподалеку. Акведуки несут сюда воду, но это лишь часть процесса. Благодаря своему инженерному мастерству мавры создали внутри стен сложную систему каналов, питающих пруды и сады. Вода течет постоянно. И до сих пор замок и пики Сьерра-Невады объединяет вода, которую они делят между собой. С этой стороны гор дожди бывают редко. Это единственная пустыня Европы. Табернос. По растрескавшейся земле и высохшим растениям легко понять, насколько сурова жизнь без воды. Одним из существ, которые тут обитают, является чернотелка. Всеядный жук с твердым панцирем, который питается свежими и гниющими растениями, мертвыми насекомыми и грибами. Чернотелка может прожить до 10 лет без глотка воды, вбирая влагу из еды. При угрозе чернотелка приподнимает зад и выделяет дурно пахнущее вещество, отталкивающее хищников. Например, богомолов. Самка богомола прекрасно маскируется. Она движется очень медленно, чтобы занять выгодную позицию, с которой удобно атаковать жертву. Но когда добыча подходит слишком близко, она быстрая, как молния. Самка приступает к еде, а за ней наблюдает самец. Он ищет пару, но ему следует верно рассчитать момент. Если она еще не насытилась, он сам может стать ее обедом. Он во много раз меньше самки. Самец осторожно взбирается на самку и приступает к делу. Пока снизу идет действо, он не сводит глаз с головы самки. И неспроста. Самки богомола очень враждебны даже к партнерам. Самец становится идеальным перекусом после спаривания. Немного поголодав его, она раскусывает тело пополам. Самец пожертвовал собой ради своего будущего потомства. Мавров, пришедших из пустыни Африки, ничуть не смутил суровый ландшафт и засушливый климат Андалусии. Они прекрасно приспособились к испанской природе, но и многое улучшили. Опираясь на тысячелетние знания мусульманского мира, они внесли в этот регион заметные изменения. После темных веков именно мусульмане восстановили и расширили знания греков. Они принесли в Европу искусство производства бумаги, изучали законы физики, создавали новые отрасли математики, делали новые открытия в медицине. Мусульмане расширили науку об оптике, отточили картографию, используя такие инструменты, как компас и астролябию, которые измеряли угол от полярной звезды до горизонта и чертили удивительно точные карты океана. Особенно научные знания мавров пригодились в Южной Испании. При помощи таких арабских изобретений, как тригонометрия и алгебра, они перевернули процесс топографических измерений. Они строили сложные ирригационные каналы, изменяя уже существующие и вводя новые технологии, чтобы собирать, хранить и поднимать воду. Они пользовались удобрениями, вели борьбу с грызунами и с помощью прививки создавали новые виды фруктовых деревьев. По словам одного ученого, сельскохозяйственная система мавров была самой сложной, самой научной, самой безупречной из когда-либо созданных человеком. Изменяя ландшафт вокруг альгамбры, мавры также создавали новые среды обитания для диких животных. Одними из таких везунчиков стали средиземноморские или греческие черепахи. Они могут выживать в местности с редкой растительностью, питаясь травой и другими растениями. Но более сочные плоды, которые выращивали мавры, пришлись им по вкусу. Удодам сельское хозяйство мавров также приглянулось. Эти яркие, хохлатые птицы любят открытые поля, на которых легко найти насекомых. И полей у мавров было много. В других частях мира удод эмигрируют, но здесь они живут круглый год, сооружая гнезда на стенах окружающих поля. Оба родителя кормят потомство. Голодные птенцы тепло их встречают, но если приблизится нарушитель, его забросают целым потоком помета. Удоды каждый сезон размножения создают моногамные пары и благодаря маврам и плодородной земле могут давать по несколько потомств в год. Мавры высоко ценили этих грациозно летающих птиц с уникальными хохолками. Их даже упоминают в Коране как спасителей Моисея и наперстников царя Соломона. До сих пор удоды процветают на полях вокруг Альгамбры. При Маврах удодам жилось хорошо, но когда мусульмане начали дальнейшее завоевание Испании, христиане дали отпор. Битвы длились сотни лет. Этот период получил название реконкисты. К 15 веку конфликт достиг пика. Испанцы напирались с севера. К 1469 году гранада, над которой выселся укрепленный замок Альгамбра, осталась единственным мусульманским бастионом в Европе. Замок хорошо охранялся. Но мавры стали заложниками своего же города. Мусульманской империи в Европе приходил конец. Мавры были не единственными выходцами из Африки, оказавшимися под угрозой. Алжирские ежи пришли сюда на тысячу лет раньше. Им также сады Альгамбры понравились больше окружающей пустыне. Этот вид мельче европейских ежей. Они всеядны, охотятся ночью и питаются любыми мелкими животными, семенами, орехами и грибами. Но их плоть под иголками очень нежная, и для генетты это настоящее лакомство. У генет острый нюх. Эта особь следует по запаху, пытаясь отыскать маленького ежа среди камней. Но еж знает один трюк. Он сворачивается в шар, выставляя охотнику лишь острые иглы. В шаре из игл нет ничего привлекательного, и генетта уходит на поиски менее колючей добычи. Угроза миновала, и еж возвращается к работе. Эта самка и сама охотится. Ей нужен быстрый перекус, чтобы вернуться в гнездо. Она недавно стала матерью, и малыш с нетерпением ждет молока. Она не такая робкая, как кажется. Ей вполне по силам разобраться с взрослым скорпионом. скорпион следит за ней восьмию глазами бусинами. Его зловещее жало готово к удару. Но у нее врожденный иммунитет к его яду, и она поступает мудро, сразу хватаясь за его оружие. У арахнида нет шансов, как только она схватила его за хвост. наевшись, она возвращается в гнездо прямо у стен замка. Ее детенышу всего несколько дней от роду он родился слепым и беззащитным. Его мягкие иглы больше напоминают волоски. твердеть они начнут через неделю-две. Ежонок будет пить молоко шесть недель, а потом отправится в самостоятельный путь. Примерно в десять недель его ждет процесс игольчатой линьки. Он сбрасывает детские иглы и отращивает взрослые, как у мамы. алжирский еж благоденствует в Андалуссии, а время мавров почти истекло. к концу пятнадцатого века от полного уничтожения под напором христиан их защищали лишь стены замка. Красная крепость стала последним оплотом мусульман в Европе. В то время, как христиане создавали союзы и объединяли силы, мавры в Гранаде становились все более изолированными. Из других мусульманских королевств помощи не поступало. На склонах под замком борются за выживание другие одиночки. Средиземноморская кольчатая скалопендра. Один из самых мелких видов скалопендр. Да и яд у них не самый сильный. Но они не упускают шанса поохотиться и агрессивно нападают на всех, кого могут одолеть или если почувствуют угрозу, даже на представителей собственного вида. Две особи сошлись в эпичной битве. Обе пытаются достать до мягкого брюшка соперника. Они сражаются не за еду. Это соперничество посерьезнее. Убей или умрешь сам. Острые форципулы скалопендры напоминают подкожные иглы, каждая из которых может накачать противника ядом. Наконец, прямой удар. яд действует быстро. победитель не станет есть противника. Он слишком большой. Зато теперь у него на одного конкурента меньше. Неподалеку в засаде сидит испанский воронковый водяной паук. Сначала скалопендры проходят мимо. Но затем возвращается, чтобы проверить, нельзя ли съесть паука. Паук, один из самых крупных и свирепых в Европе, думает иначе. промах. Но атака заставляет скалопендру засуетиться. Паук не преследует жертву. Но скалопендра может разрушить его дом. Чем быстрее она уйдет, тем лучше. Его паутина очень сложная. С глубоким интерьером и филигранью действующей как климат-контроль. Влажность внутри паутины на 20-25% выше, чем снаружи, а температура ниже. Скалопендру он прогнал. Но при приближении кузнечика замирает. Он здесь желанный гость паук растворяет внутренности кузнечика ядом и оставляет его мариноваться. кузнечика и К 1492 году Аль-Гамбра стала крошечным мусульманским островком в море христианства. Дворец был осажден, но его стены не могли укрывать мавров вечно. Лидер мавров Мухаммад XII осознал, что из-за Средиземного моря подмоги можно не ждать. У него не осталось выбора, и он сдался. Он передал ключи от замка королеве Изабелле Кастильской. Его решение предотвратило разрушение мусульманского шедевра, а также открыло дверь в новую эру строений в христианском стиле. В последующие столетия было разрушено несколько секций замка. Их заменили дворцы в стиле Ренессанса, под замком в Гранаде на месте старой мечети, католики построили огромный храм, завершивший превращение могущественного мусульманского Эмирата в христианскую твердыню. Невероятно, но уже через несколько месяцев после сдачи замка малоизвестный исследователь из Италии явился в Гранаду за поддержкой королевы Изабеллы. Здесь, в Альгамбре, он предложил смелый план – плыть на запад, чтобы найти новый путь в Индию в честь испанской короны. Изабелла дала ему свое благословение и деньги. Христофор Колумб пересек океан и исследовал новый свет, во многом благодаря морским инструментам, картам и навигационным умениям, разработанным арабами. Мавры ушли, но их наследие помогло проложить путь в новый свет. Оно и сейчас живет в Испании. 800 лет мавры правили Андалусии и оставили там удивительную архитектурную ценность. Несмотря на смену империи и религии, Альгамбра гордо высится на вершине горы, свидетельство технического гения и творческой мысли мавров. Они посвятили свою жизнь сотворению райского сада на земле и создали уникальный природный заповедник в сердце рукотворного шедевра. мавров. Редактор субтитров